Сегодня в Первом регионе молодёжное движение масштабно развивается. В 2023 году в организацию вступили порядка 18 тысяч ребят. А в этом году актив надеется набрать в свои ряды не меньшее количество активных берестейцев. Поэтому итоговое заседание – хорошая возможность координировать работу объединения. Сегодня мы рассматриваем два важных вопроса на конференции. Специально их вынесли, конечно, что это первый вопрос о программе патриотического воспитания населения. Это очень важно, подведём итоги, поставим цели на последующие годы. Ну и, конечно, избрание кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Мы тоже долго к этому шли, очень много общались с молодёжью и рассказывали про гражданское общество и про те цели Всебелорусского народного собрания и задачи, которые он будет выполнять. Конечно, мы сегодня выдвинем 10 кандидатов, лучших представителей от молодёжи, которые действительно спектр и разнообразие профессий представлены в этих лицах, в этих людях, на которые мы возлагаем большое доверие. Конечно, здорово, что наша общественная организация будет представлена в таком важном совете, органе, как Всебелорусское народное собрание. Сегодня БРСМ ведёт активную работу по военно-патриотическому воспитанию, в частности, это и работа со студотрядами. В минувшем году трудовые штабы трудоустроили более 5200 студентов, а уже в этом году поработать успели 17 отрядов численностью 240 ребят. Также продолжится работа в рамках проекта «Цифровая звезда» и других акций БРСМ. В целом, если говорить про программу патриотического воспитания, Брещене, как всегда, есть чем гордиться и есть над чем ещё работать. Очень важно, конечно, отметить, что мы одни из лучших именно в реализации проекта «Цифровая звезда». То есть мы цифруем памятники воинских захоронений. Конечно, до конца действия программ патриотического воспитания населения мы хотим оцифровать все памятники воинских захоронений, которые есть на территории Брестской области. Конечно, мы хотим сделать упор ещё на благоустройство. Сейчас идёт месячник по благоустройству. Конечно, подготовиться к 9 мая. Хотя хотел бы сказать, что мы постоянно следим за воинскими захоронениями нашей первичной организации. Но здесь мы сделаем огромный упор. Ну и хотим ещё обратить внимание именно на те могилы советских воинов, освободителей, которые ушли в мирное время. И родственникам, которым уже сложно ухаживать за этими могилами, мы частично возьмём это, конечно, на себя. Вот, хотел бы сказать, что у нас продолжатся мероприятия по популяризации государственных символов, герба, флага, гимна. Также на заседании были избраны кандидаты, которые представят первый регион на Всебелорусском народном собрании. Десять молодых инициативных и активных ребят могут стать делегатами одного из важнейших органов страны. Я горжусь тем, что наше правительство всё-таки даёт возможность молодёжи участвовать в мероприятиях такого масштаба, такого рода. И ВНС действительно важнейшее мероприятие, которое определяет курс развития нашей страны на дальнейшие пять лет. В движении делегатам во Всебелорусское народное собрание это большая честь и ответственность, потому что я представляю очень большое количество людей. Это 38-я десантно-штурмовая бригада, и это ещё и молодёжь, которая составляет более 80% проходящей службы в бригаде. Поэтому я представляю и молодёжь Брестской области, и военнослужащие. На последнем интервью президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко обращал внимание на оборону нашей страны и обороноспособность. Поэтому на Всебелорусском народном собрании будет приниматься концепция национальной безопасности новая и новая военная доктрина. Я, как военнослужащий, буду участвовать в обсуждении и в принятии решения по этим двум одним из самых важных документов в нашей стране. Напомню, что заседания высших органов, субъектов гражданского общества, должны быть проведены в период с 1 по 10 апреля 2024 года. Центральная избирательная комиссия планирует остановить итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания не позднее 18 апреля. Василий Напускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.